Значит, исторически вопросом, который я сейчас вам изложу, мне пришлось заниматься больше 30 лет. Значит, в то время, когда я пришел работать в Государственный оптический институт, в лабораторию оптики плазмы, мы занимались проблемой диагностики высокотемпературной плазмы. Точнее, плазмы с температурой порядка миллиона градусов, то есть пограничную область между низкотемпературной плазмой и высокотемпературной. И нам там приходилось использовать очень яркие источники излучения для диагностики этой плазмы. Ну, как всегда, в таких измерениях очень сильно влияют наводки на результаты измерений, электрические наводки. Вот основная проблема, с чем нам пришлось тогда столкнуться. Ну, и мой начальник в то время мне сказал, вот у нас есть такой источник, накопитель электронов разработки Харьковского Фестеха под названием Н-100. Значит, это накопитель электронов, источник синхротронного излучения с энергией электронов 100 МФ. По-видимому, это самый маленький источник синхротронного излучения, который выпускался в Советском Союзе. Радиус орбиты всего 50 сантиметров. Я взял паспортные данные этого прибора, прикинул, и оказалось, что он вообще не может работать, согласно паспортным данным, потому что не хватит никакой мощности питания, чтобы разогнать электроны. Такова должна быть мощность синхротронного излучения. Я очень долго искал ошибку, не смог ее найти, но в конце концов мы стали использовать другой источник излучения, более яркий, а этот отдали в университет. Но с тех пор у меня сомнения насчет работы синхротрония, значит, закрылись сомнения насчет того, как работает вообще синхротрон. Ошибки я не смог найти. А потом я стал заниматься оптикой атмосферы и столкнулся с еще одним непонятным явлением. Вы знаете, что в атмосфере существует так называемые окна прозрачности. В них работают передающие станции для передачи, так сказать, информации оптическими методами. Вот я прикинул, а что будет, если учесть вращение молекул воды, то есть молекул воды, которая находится в тепловом вращении в воздухе. И оказалось, что в окнах прозрачности коэффициент поглощения, который принят и затубулирован в таблицах, меньше, чем тот, что я решитал с помощью формулы для синхротронного излучения, точнее, для мощности излучения вращающейся молекулы. Так вот, эта мощность у меня оказалась примерно на 2-3 порядка больше. То есть, если учесть излучение, которое возникает при вращении молекул, вообще, говорят, становится под вопросом существования жизни на планете Земля. Потому что возникнет такой сильнейший парниковый эффект в инфракрасном диапазоне, что мы тут все просто угорим. А в 1992 году я встретил на конференции по оптике атмосферы, или по физике атмосферы, Анатолия Павловича Смирнова. Он рассказывал о теории фактуационной теории образования зародышей за счет нелинейно-оптических эффектов. В то время он был в абсолютном пике формы и произвел на меня колоссальное впечатление. Я очень заинтересовался его работами, после этого мы стали с ним встречаться. И я ему рассказал вот об этой проблеме, о том, что эксперимент показывает, что вращающиеся молекулы воды не излучают. Ну, кто-то может возразить, что существует колебательно-вращательная спектра молекул, которые определяются правилами квантовой механики. Но дело в том, что квантовая механика не может запрещать излучение, которое должно возникать в классической теории. Поэтому объяснения с помощью квантовой механики здесь не проходят. И ответ Анатолия Павловича был для меня очень неожиданным. Он, совершенно не думая, сказал, что вращающийся диполь, то есть ротатор, вообще не излучает. Я был в шоке, но мне сказал, что это непосредственно следует из третьего закона Ньютона в его интерпретации. Я познакомился с интерпретацией третьего закона Ньютона по Анатолию Павловичу Смирнову. И действительно оказалось, что вращающийся диполь ротатор излучать не может. Ну, а дальше я взял обычное уравнение Максвелла и с помощью них показал, что действительно ротатор излучать не может. Это очень легко показать с помощью уравнений Максвелла, а не волновых уравнений, с помощью которых в учебниках решается эта задача. Этот вопрос у меня подробно изложен в книжке «Истоки заблуждения релятивизма» есть в интернете. В Санатории Павловичу Смирнову в то время мы написали работу «Разрешение парадоксов излучения», где предложили новую формулу для мощности дипольного излучения. И из этой формулы вытекало, что у вращающегося диполя ротатора действительно излучения нет. Несколько раньше появилась в сборнике нашей конференции работа Юрия Константиновича Сахарова, который анализировал работу ускорителей разных диаметров и показал, что мощность синхротронного излучения совершенно не зависит от радиуса ускорителя. А ведь согласно классической теории, мощность синхротронного излучения пропорциональна квадрату центростремительного ускорения. На практике же этого не наблюдается. На практике мощность излучения электронов в ускорителе определяется лишь их энергией и совершенно не зависит от радиуса ускорителя. В конце прошлого века Ярослав Григорьевич Клюшин написал работу, где высказал предположение, что синхротронное излучение возникает в результате эффекта Черенкова. То есть электроны в ускорителе изменяют свою скорость, которая колеблется вблизи светового барьера. Когда электрон заскакивает за световой барьер, он начинает очень сильно излучать Черенковское излучение и за счет этого тормозится. Так что мощность излучения в ускорителе действительно оказывается независящей от радиуса ускорителя. Но в то время я очень засомневался в этой гипотезе по той причине, что угловые и поляризационные характеристики синхротронного излучения совершенно другие, нежели у Черенковского излучения. А экспериментальные данные свидетельствуют о том, что действительно поляризационные и угловые характеристики свидетельствуют именно об синхротронном излучении в ускорителе согласно классической теории синхротронного излучения. Значит, мы предложили другую гипотезу о природе синхротронного излучения, которая связана с искажением полизеркальных зарядов камерой ускорителя. Но оказалось, что эта гипотеза не проходит, мощности излучения не хватает. И здесь возникла гипотеза, что синхротронное излучение имеет сугубо квантовую природу. Но почему эту природу не понимают современные физики, мне придется объяснить. Дело в том, что в 80-е годы прошлого века американским теоретикам Барутам была реанимирована шрёдинговская концепция квантовой механики. По Шрёдингеру квадрат модуля волновой функции определяет вовсе не плотность вероятности нахождения микрочастицы, а определяет плотность электронного облака. То есть концепция квантовой механики Шрёдингера сугубо детерминистическая. Здесь нет никаких вероятностей. То есть с одной вероятностью, как считается в квантовой механике, электрон может находиться здесь, а с другой вероятностью, скажем, в другом конце комнаты. Причем эта вероятность не нулевая, если электрон достоверно находится в этом помещении. Результат, конечно, абсурдный. Ничего подобного, как мы увидим, в концепции квантовой механики Шрёдингера не было. И вот эти американские теоретики во главе с Барутом с помощью концепции Шрёдингера получили все поправки, которые дает квантовая электродинамика, с огромной точностью. Причем математически корректно. Не потребовалась ни перенормировка, ни вторичного квантования. Все было сделано корректно. Но квантовая механика при этом оказалась нелинейной. Еще один удивительный результат, который они получили, это то, что, скажем, в задачи об атома водорода появляется дополнительный член, который связан с энергией электрона в его собственном поле. Грубо говоря, это энергия взаимодействия маленьких-маленьких микрозарядов, которые создают электронная облака. Маленькая поправочка, но она привела к фундаментальному результату. А именно, если атом водорода находится в основном состоянии, что на расстоянии порядка 10-ти боровских радиусов плотность электронного облака становится равной нулю. Это означает, что атом имеет абсолютно четкие границы. Это означает также, что спекуляции, которые существуют в квантовой механике по поводу так называемой квантовой телепортации на большие расстояния, совершенно несостоятельны. Мы по этому поводу с Анатолием Павловичем написали статью, которая есть в сборнике наших конференций там 15 лет назад. В 1930 году Шрёзингер написал работу о свободном движении микрочастицы. Результаты этой работы фундаментальны. Шрёзингер показал, как видно на рисунке, что микрочастицы, двигаясь вдоль оси Х, пульсируют с шагом равной длине волны Дебройля и амплитудой, примерно равной комтоновской длине волны. Почему же об этом не знают современные физики? А дело в том, что Бор резко выступал против концепции Шрёзингера. И он сказал Шрёзингеру следующее. Если вы не будете придерживаться нашей вероятностной трактовки квантовой механики, вы для нас перестанете существовать. Шрёзингер решил оставаться в рамках своей концепции. И поэтому остался, по сути дела, на задворках физики. Шрёзингер не помог даже Эйнштейн. Эйнштейн говорил, что Бог не играет в кости. Причем несколько десятков раз в разных формулировках он произносил эту фразу. На что ему Бор сказал. Эйнштейн, прекратите указывать Богу на то, во что ему играть. Он лучше вас знает, чем заниматься. Вот таким образом вероятностная концепция квантовой механики стала преобладающей физики. О концепции Шрёзингера забыли. Вот теперь возникает вопрос. Если частицы движутся так, как считал Шрёзингер, то какой является волна, продольной или поперечной? Вообще говоря, по классической теории, к таким квантовым колебаниям приходят колебания элементов вихревой губки. То есть это периодически возникающие, стахастически возникающие и затухающие вихри, которые взаимодействуют с микрочастицей. Квот, при малой скорости движения можно считать, что волна является и продольной, и поперечной одновременно. Это продольно-поперечная волна. Но по мере увеличения скорости частица сплющивается, происходит её релятивистское сокращение. И здесь, казалось бы, волна должна быть продольной. Но на самом деле существует такой эффект, который мало кем учитывается. Это эффект релаксации вязкости. Он даже должен проявляться и в эфире. Поскольку частота вот этих квантовых пульсаций чрезвычайно велика, то сдвинуть частицу в продольном направлении практически невозможно, если она является релятивистской. Значит, волна Дебройля при больших энергиях частицы является поперечной. Об этом также свидетельствует Комптоновский эффект, которому Барут с сотрудниками дали полуклассическое объяснение. Эффект Комптона происходит за счёт того, что движущаяся, как волна Дебройля, микрочастица входит в резонанс с падающим на неё электромагнитным полем. Так вот, если частица испытывает такие колебания, то, в отличие от центростремительного ускорения, которое не приводит к излучению, такие колебания к излучению должны приводить. И вот теперь возник вопрос, а как работает гипотеза Ярослава Григорьевича Шклюшина? Так, как следующий? Не знаю, не переходит к следующему. А, вот тут следующий. Всё, 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 спасибо. Так вот, оказывается, согласно расчётам Шрёдингера на основе... На основе... На основе уравнения Диракон он показал, что амплитуда вот такого дрожательного движения резко уменьшается с увеличением энергии частицы. Вот в этой формуле бета-ката это безразмерный коэффициент, который является отношением скорости дрожательного движения к скорости частицы. Ну, а бета-это... Средний квадрат, да? Да, да. В данном случае это средний квадрат амплитуды дрожательного движения. И вот теперь возникает вопрос, а что будет, если при некоторых энергиях частицы вот эта амплитуда дрожательного движения становится такой, что скорость света превышается. И расчёт показывает, что действительно при энергиях электрона, начиная с величины порядка 5 мэв до 40-50 мэв, действительно скорость света превышается при таком дрожательном движении. А что это означает? Что когда скорость заряженной частицы переваливает через световой барьер, а здесь толчки со стороны вакуума происходят очень и очень быстро, то есть можно не учитывать рост массы микрочастицы за такие времена. То есть здесь работает эффект гестерозиса массы, о котором я работал, о котором я раньше рассказывал. Но дальнейший рост энергии частицы приводит к тому, что амплитуда дрожательного движения становится такой, что скорость микрочастицы не переваливает через световой барьер. Как найти динамику частицы, которая движется с энергией в несколько мэв? Вот по формуле для мощности излучения, черенковского излучения. Эта формула упрощается для нашего случая, и можно сделать достаточно простой расчет, который приводит вот к такой качественной картиночке движения электрона в ускорителе. То есть электрон переваливает через световой барьер, дальше экспоненциальный спад скорости до скорости света, ну и дальше через момент времени, который определяется частотой квантового дрожания, следует толчок в противоположную сторону, частица уменьшает свою энергию, и дальше процесс таких квантовых пульсаций повторяется. Теперь возникает вопрос. За счет какой энергии возникает черенковское излучение? Вот оказывается, за счет энергии квантовых флуктуаций. Это кажется невероятным, но расчет показывает, что это именно так. Но дело в том, что какую энергию частица приобретает вот в таком дрожательном движении, такую же она и теряет. Потому что толчки происходят, вообще говоря, в разные стороны. Это приводит к такому периодически повторяющему миссу-процессу. При этом... А каким характерным временем это происходит? Ну, вы посмотрите волну Деброли. То есть это частоты совершенно гигантские. Гигантские частоты. То есть процесс можно считать, вообще говоря, происходящим без изменения массы частицы. То есть вот этот тот эффект гистерозиса массы, о котором я раньше рассказывал. Но при энергии порядка 50 мэв вот эти квантовые флуктуации уже не приводят к забросу электронов через световой барьер. То есть вот скачки скорости имеют примерно такой вид, который изображен на рисунке. И здесь энергия расходуется чисто на излучение, которое возникает при пульсациях микрочастицы. То есть здесь возникает действительно центр стремительного ускорения частицы, но при этом изменяется энергия взаимодействия частицы со внешним полем. То есть такой процесс должен приводить к излучению, в отличие от равномерного движения электрона по окружности. Теперь перейдем к характеристикам синхротронного излучения. Вот здесь видны характеристики этого излучения в виде составляющей вектора Eπ, электромагнитного поля, которое излучается частицей, и E σ. E σ лежит в плоскости орбиты вращения электрона, а компонента Eπ в плоскости внешнего магнитного поля. Излучение происходит вот в таком узком-узком конусе. Это дает классическая теория. А вот поляризационные характеристики черенковского излучения для энергии, которая составляет 100 МФ. То есть соответствие классической теории результата эксперимента налицо. Но невозможно найти характеристики синхротронного излучения с энергией от 5 до величины порядка 30-40 МФ. Таких характеристик просто нет. И никто еще не построил накопители электронов с такой энергией. Возможно, что причина этому состоит именно в том, что в таком диапазоне энергии возникает черенковское излучение. То есть работа таких накопителей будет неустойчива. Поэтому они до сих пор не сделаны. А теперь возвращаемся к поляризационным характеристикам синхротронного излучения. Если в соответствии со Шрёдингерской концепцией дрожания электрон движется по окружности, то на самом деле нужно учесть, что он находится во внешнем магнитном поле. То есть торообразное кольцо, которое соответствует электрону, поворачивается по магнитному полю. Значит, пульсации вот этого образования могут происходить исключительно в плоскости орбиты движения электрона. Поэтому, видите, электрон на самом деле движется не по окружности, а вот по такой волнистой линии. И при этом возникает излучение, которое и воспринимается как черенковское. То есть черенковское излучение имеет сугубо квантовую природу. Классика здесь не работает. А почему все-таки возникло представление о том, что классическая теория работает? А по очень простой причине. Потому что во всех формулах для черенковского излучения люди используют центростремительное ускорение. При этом получается, что компоненты Есигма и Епи полностью соответствуют классической теории. Хотя на самом деле, видите, это излучение имеет сугубо квантовую природу. Здесь произошел у физиков самообман. То есть здесь я не могу упрекнуть их в том, что они нечестны. А действительно это самообман, когда поляризационные и угловые характеристики соответствуют теории. Но вот зато мощность излучения теории совершенно не соответствуют. Потому что существуют ускорители, как тот, с которым я работал, радиусом 50 сантиметров и ускорители радиусом в десятки километров. Значит, мощность излучения, синхротронного излучения пропорциональна квадрату центра стремительного ускорения. На практике она от этой величины совершенно не зависит. Так что, видите, природа синхротронного излучения как в маленьких, так и в больших ускорителях одна и та же, но связана она вовсе не с центростремительным ускорением, а вот с таким дрожательным движением электрона. И движение дрожательное в плоскости вращения происходит исключительно из-за наличия сильного магнитного поля. А теперь вопрос. А что будет, если частица наберет очень большую скорость? Тот случай, который я рассматривал на прошлой конференции, в этом случае частица, перешагнув через световой барьер, а это можно сделать за счет очень быстрого ускорения, начинают вот такие квантовые пульсации. Сначала происходит вот на этом участке потеря скорости за счет черенковского излучения, а дальше это черенковское излучение переходит в синхротронное. Вот так теряет скорость, скажем, заряженной частицы в ускорителе. В случае бета-распада, как было показано в работах академика Скобельцина, а также ряде других работ, о которых года два или три назад рассказывал московский физик-профессор Бычков, к квадам действительно были обнаружены сверхсветовые скорости. И, как считает Бычков, я с ним полностью согласен, что именно в результате таких экспериментов в 64-м году закрытым постановлением Президиумом Академии наук Советского Союза вынес постановление о запрете рассмотрения всех экспериментов, которые противоречили теории относительности. А еще в то время были получены результаты, которые говорили о сверхсветовой скорости части электронов при бета-распаде. Ну и последний случай это случай так называемых лучей смерти Никола Тесла, о которых я тоже говорил. Он использовал электронную пушку с импульсным напряжением в 50 мегавольт. Техника недоступная для современных исследователей. Ну он вот привозил эту пушку и показывал маршалу Тукачевскому два раза. Причем второй показ, который произошел незадолго до ареста Тукачевского, прошел очень успешно и были поражены металлические мишени. То есть, что происходит в этом случае? В этом случае электрон приобретает скорость, согласно Тесле, в десятки раз превосходящую скорость света. Масса такой частицы во много раз меньше энергии покоя электрона, согласно расчетам Хевисайда. Но в том случае, если такая частица попадет в толстую металлическую мишень, то эта частица будет тормозиться, в данном случае электрон, набирать массу, набирать энергию, что приведет к сильному поражению металлического объекта. То есть, с помощью такой пушки, пучка ультрарелятивистских электронов, даже их нельзя назвать ультрарелятивистскими, это случай, так сказать, гипер световых электронов, которые имеют малую массу, но при торможении они набирают большую энергию, берут ее обратно из эфира за счет сжатия магнитного поля внешним давлением эфира. Так вот, Тесла продемонстрировал, что действительно такое возможно, но это произошло незадолго до ареста Тухачевского, но если бы ареста Тухачевского не было, то судьба бы этой установки была бы такая же, как судьба так называемого ускорителя Богомолова. Наверное, об нем слышали, да? Да, все материалы по ускорителю Богомолова были переданы нашему стратегическому противнику. Вот примерно тоже произошло бы и с установкой Тесла, потому что, как выяснилось согласно документам, Тухачевский со своими сотрудниками производил массовую передачу секретной документации немцам и по предположению Троцкого они хотели с помощью Гитлера захватить власть в Советском Союзе. Вот так работали в то время троцкисты во главе с Тухачевским правой рукой Троцкого. Ну и в заключение скажу следующее. Как вы видите, заблуждение физиков насчет синхротронного излучения нельзя считать криминалом. Это искреннее заблуждение, которое возникло из-за того, что угловые и поляризационные характеристики синхротронного излучения действительно хорошо объясняются к классической теории. Но тем не менее надо говорить о том, что энергетические характеристики синхротронного излучения совершенно не соответствуют классической теории. Ну а квантовая теория существующая дает маленькие поправки в отличие от того квантового рассмотрения, которое я вам предложил и которое дает такие же угловые и поляризационные характеристики излучения, но при этом объясняет и то, что мощность синхротронного излучения совершенно не зависит от радиуса ускорителя. Спасибо за внимание. Спасибо. У нас доклады один интереснее другого. Прямо не знаю что сказать. Да, пожалуйста, вопрос ведущего. У меня вопрос такой. В настоящее время считается, что квантовая частица перемещается бестраекторно. Какие у вас есть экспериментальные основания полагать, что у квантовой частицы траектория все-таки имеется? Эти основания, во-первых, основаны на работах американского теоретика Барлута с сотрудниками, который объяснил практически все результаты, которые следуют из квантовой электродинамики в рамках концепции квантовой механики Шрёдингера. Это подтверждено огромным количеством экспериментов. В том числе, скажем, для атома водорода это точное определение лэмбовского сдвига за счет решения нелинейного уравнения Шрёдингера. Ну, а что касается других вопросов, то это прежде всего отсутствие отсутствие излучения у вращающегося ротатора. Это вот тот экспериментальный факт, который и подтверждает то, что я вам говорил. Ну, хорошо, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас подручала фраза вакуум подталкивается вакуум подталкивается я вообще не помню чего, но чего подталкивается но вакуум не исполнится это пустота как пустота может быть? Владимир Акин в данном случае я говорю для физиков, которые работают в традиционной терминологии, поэтому они говорят о физическом минуточку не только а не пора физиков обучать, да? Абсолютно с вами согласен пора. Поэтому надо говорить о толчках со стороны эфира.